Я бегу на вокзал Я бегу на вокзал, чтобы успеть на крайний свой рейс Не смотрю прохожим в глаза, не успел на дорожку присесть Здесь больше не как в одного с подбитым крылом Я бы махнул им с удовольствием, да только нет никого за окном Скука и сон, последний вагон, нога на ком Подставлена, или бегу от себя на пролом Затем мелькает пейзаж, вдалит всего, что там нажил Моя жизнь как на ладони сегодня, давай покажем Пиражи, жести и лажи, миражи, глубже дыши Держись подальше, откупли продажи души Вспомни, как все началось, брось, видел Москву Теперь этот поздний поезд увозят туда, где ты кость Туда с ним и больше не врозь, может пройдет невроз И я перестану искать ответы на этот вопрос Курева чай, тоска и печаль Страшно начать, не замечать холодный февраль Отсюда мораль с того момента, в моем доме ни дня не молчал Рояль, я подбирал ноты, выкидывал блокноты Под утро был размотан, но не сбавлял оборотов Мимо нас шли годы, и я до приступа рвоты Походу пытался понять, кто ты Пожелай мне попутного ветра, я уже мчусь к тебе сквозь тысячи километров Это не сказка на ночь, будь пацана со дна Чтобы ты там не осталась одна Бегу на вокзал, чтобы успеть на крайний свой рейс Ведь с небес мне кто-то сказал, что нет места больше мне здесь Я бегу, бегу на вокзал, чтобы успеть на крайний свой рейс Не смотрю прохожим в глаза, не успел на дорожку присесть Я бегу, бегу на вокзал Ведь с небес мне кто-то сказал Я бегу, бегу на вокзал Не смотрю прохожим в глаза Я бегу Всех приветствуем! Давно не слышали на ЕТВ бодрого хип-хопа Сегодня у нас в гостях белая кость и айсберг Константин Репин и Иван Чекунов Добрый день, рад вас видеть Здравствуйте, взаимно, спасибо, что пригласили Традиционно начинаем с такого небольшого исторического экскурса Про ваш коллектив Что такое белая кость? Откуда началось? Как задружились и как начали работать вместе? Ну, родоначальник всего этого, думаю, расскажет в коротке Белая кость это наш первоначальный состав В который входил вот у нас друг есть у меня Абдулин Рамиль, он же большой друг И Костя Зеленков из города Новосибирск Он же Сибирь Вот, мы в 2002-2003 образовали этот коллектив Ты так давно был уже? Так вообще Да Вы уже уважаемые И это Костина идея как раз-таки нашего битмейкера тогдашнего Назвать именно так Он в прошлом моряк Вот И у них там были такие подразделения Ну, в принципе, белая кость можно называть людей, которые умеют, да Знают свое дело, делают его профессионально Так сказать, спецы, элита благородных кровей Ну, то есть вот так вот подняли себе планочку Да, да, сразу же ей сразу соответствовать, правильно? То есть раз уж так Вот, и мы просуществовали недолго Ребята постарше меня Они заканчивали уже юридическую академию Вот А я еще сопляком поступил тогда в ГТУП И они закончили, уехали кто куда Ну вот Костя уехал в Москву Промиль уехал до Златоуста Потом он вернулся в Екатеринбург Но он больше такой сольный исполнитель Очень содержательный человек, большой друг И ты остался один? Я остался один Увидел этого пацана Этот пацан подавал надежды Я подумал, блин, отличный пацан, талантливый Он подавал меня на черных улицах нигерских вокалов Его надо выкормить, одеть, отмыть Как бы вот Так вот и появилось Мы с ним где-то с 2007 года Познакомились мы раньше Ну это тоже довольно давно На тусовке Как по его словам я это не помню Потому что это стандартная ситуация Ну я помню Короче, для меня было событие По всей видимости Да, он короче фристайлил С бандой с нашей У нас тогда был там ДМС клэн там И все такое В городе СССР И Он фристайлил так Что я, видимо, потом подошел Ему и сказал Чувак, ну ты вообще подаешь Ну то есть начиналось все Прям как в настоящих фильмах Я пришел, короче, такой Мне было лет, наверное, 12 тогда Что, правда? Правда? В 12? Значит я То есть школьно-студенческая группа Можно сказать Да, значит я пришел Я-то чуть его по старшему На тусовку Они там все же, ну, старшики И значит этот конкурс фристайл Я помню всех там Этих старичков убрал И мне такой Костя подходит Говорит, чувак, ты могешь? Говорит, давай продолжай заниматься Я помню, меня тогда Так простимулировал Ну собственно с этого Наверное все и началось Но это что касается Нашего общения Вот На самом деле я Какое-то время работал Там у нас была Своя там группочка Потом вот мы только Объединились там Спустя может лет 5 То есть, ну, вот Город у нас просто небольшой Поэтому Но даже на тот момент Коллективов было очень много У нас население Буквально 30 там Тысяч человек И на тот момент Коллективов, наверное, 10 Может даже больше было Действующих Ну вот Что, наверное, необычно И очень приятно То есть вы для Сесерти Вы как прям герои Ну мы стараемся Именно, наверное, из-за того, что Славить не только себя Но и место Где мы живем Это очень важно То есть вот Ну, чтобы Не только знали Что есть такая Сесерти Есть Божов Вот есть еще Белая Кость И есть Сесерти Здорово же Мне кажется Да, но сейчас вообще Очень много у нас там На самом деле У нас не так давно Вышла книжка Книга рекордов Гиннеса По-моему, Сесерти Района Мы туда попали Как бы, что вы в стороночке Немножечко от Екатеринбурга Вы свои Своя Сесерти Ну вы знаете Многие там Даже пишут Ну там, я не знаю Статус в социальных сетях Екатеринбург Учитывая, что человек Живет в Сесерти Мы очень в этом плане Категоричны Мы везде заявляем Что мы из Сесерти Что мы Сесерти Парни В общем Продвигаем И Бажова тоже Это важно, конечно Хотя я сам Про Бажова песни есть? Про Бажова нет Но Если проплатят У нас там просто Культ Бажова же Как и везде На Урале Слишком много У нас не более Но у вас особенно Агентство по недвижимости Бажове База отдыха Бажове Кафе Бажов Торговый центр Бажов В общем Все эксплуатируют Если сейчас еще и в репе Будет Бажов То прям слишком уже Много будет Бажова Есть группа ПП Бажов Короче Да? А они что делали? Они раньше хот-дог назывались А, ну Они Кстати название было прикольное Они рэперы или что? Нет, это вот соседние наши музыканты Там состав у них Вот ПП Бажов А, нифига Вот так выясняется На прямом Ну да И кто у нас там соседи Так и выясняется Так, и хорошо И вы начали работать вместе И И Каковы успехи? Каковы успехи? Да, на самом деле Ну, вылазки Если имеете ввиду Были ли у нас там концерты Собирали мы там стадионы Да даже не сомневаюсь Что были концерты Концерты были Стадионы мы не собирали Вот Но вылазки у нас Такие пробнички были Питер, Москва Там Челябинск Ну такие, скажем так Ключевые Наши Российские Миллионники Нам там Посчастливилось Побывать Почитать И я думаю Что мы в принципе Как бы Несмотря на то Что мы уже Давненько этим занимаемся Это, наверное, только начало Ну да Мы только сейчас начали Понимать Потому что раньше Лично мне Сфокусироваться Чисто на музыке Я занимался Профессиональным спортом И как-то Не было такой Первозадачи Как-то Как музыкант Например, состояться Хотя это Увлечение Важно Но не первостепенно Я вообще Начинал с танцев Мне было 5 лет Я танцевал У нас там район Из двухэтажек Когда это Еще в Советском Союзе Называли Танец робота Такие там Все двигались Я там был ребенком У нас лет на 10 У меня старшаки Короче Я подглядывал Там Это же как бы Очень сакрально было Там секретно Если там Не дай бог Это там Это как с каратэ Короче То есть ты обладал Священными знаниями Занимались по книжкам Бегали в лес Там Мы где-то на поляне Там что-то там Изображали Вот так же было И с танцами Вот Я помню Подглядывал Меня спалили Заставили показывать Что умеешь Ну-ка отчитывайся Я помню Собрался круг Мне кидали мелочи Вот такие у нас Баттл уже там были То есть ты бы сейчас Продолжал Мне исполнилось Буквально Сегодня что у нас 31 октября 37 Я 32 года В хип-хопе 32 года В деле просто Хорошо Я предлагаю Если бы эта шапочка Все 32 года стояла Мне кажется Уже знаешь Казна была бы Я больше в хип-хопе Чем амулет, короче Браво Я предлагаю Отметить эту дату Что-нибудь Исполним сейчас Что-нибудь исполним Конечно Песня встречи Вот у нас Называется Есть такая Ванина сольная Начнем Очень классная С последнего нашего Коротенького альбома Состоящего из шести песен Да, у нас альбом вышел В прошлом году Давайте пойти А про альбом Мы поговорим потом Да Нет? Вот сейчас пошло Было несколько стартов Отец Я должен был быть ученым И мой взгляд Не должен выглядеть обреченным И пусть так Зато я тот же крепкий сучонок Что однажды полюбил Хип-хопа Красивых девчонок Меня воспитали Я повидал В деталях Меня не предали Я не предал Та движуха Которая большое значение Предал Меньше пользы И больше вреда Пусть так Зато всегда своенравны С лучшими только на равных Сколько времени было убито там В поисках правды Все эти песни О главном В том числе славны Явно И пусть я кое-что понял Совсем недавно Ведь я рукой не махнул В полной груди взял и вдохнул И сколько там не старались Волны Я все не шел И пусть не встретил Пока то одну Все в одного плыву И батя молча Куча не махнул Хей Пусть часто не было Прибрано в доме Пусть я мог затеряться На чем-нибудь фоне Злобы и обиды Ты знаешь Давно нет Я сам подоуставал И кое-что понял Пусть часто не было Прибрано в доме Пусть я мог затеряться На чем-нибудь фоне Злобы и обиды Ты знаешь Давно нет Я сам падал И вставал Давай не будем о том Как там было без тебя страшно Где я и с кем Тоскался сутками Теперь точно не важно Опыт у нажито Брюки с рубашки Всегда отблажены И как и все пацаны Немного безбашены Смотри как видишь Я цел Зато за эти 10 лет Ты изменился в лице Зато за эти 10 лет Мы заплатили процент Такое что кто-то Нуждался в сыне А кто-то в отце Были времена Пати на пати Я с собой не ладил Искал себя Кучу книжек Перелопатил Кстати Какие б с неба Там не сыпались знаки Шли дожди Но они так и не Подрушили мой факел Выкравкался с трясины Тот блин самый сильный Кто держит путь Со дна потребительской корзины Есть то Что согревает Нас лютые зимы Бать вместе Вывезем Даже то что не Вывозима Пусть часто не было Прибрано в доме Пусть я мог затеряться На чем-нибудь фоне Злоба и обиды Ты знаешь давно нет Я сам подал и вставал И кое-что понял Пусть часто не было Прибрано в доме Пусть я мог затеряться На чем-нибудь фоне Злоба и обиды Ты знаешь давно нет Я сам подал и вставал Пау-пау Так-то так Спасибо Спасибо всем Ну и давайте Поскольку речь пошла Про альбомы Про какой-то записанный материал Рассказывайте Что вот за эти годы Вы накопили Материального, физического Что можно взять Поставить, послушать Кроме того Что сходить к вам на концерт Ну мы сделали Первый такой Скажем увесистый Совместный альбом По-моему в 15-м году С тобой, да? Да Коротко и ясно Вот После этого мы сделали В 17-м году небольшое Эпи Из шести песен Это что касается Ну вот наших музыкальных работ Ну а мы также еще Активно штурмуем видео Изучаем как все это делается И вот сняли У нас больше, да Больше Около 15 Около 15 видео мы уже сделали То есть практически Ну наверное Сами режиссируем Сами не думаем Весь альбом мы сняли Наверное почти Вот последний который Не совсем С последнего кстати Мы сделали получается Два клипа Вот если брать шесть песен То вот из этих шести песен Есть две песни На которые мы сняли видео Вот Также последнюю работу Вот мы буквально закончили Видео Буквально-буквально И через несколько минут Мы устроим премьеру на ЕТВ Ну давайте тогда про нее И рассказывать Концепция Чья Чья идея Это все Концепция Чья реализация Он вот неугомонный Я все выдумываю Я занимаюсь немножко Сейчас мне это понравилось Благо в какое-то время У меня была девушка Вот Профессиональная актриса И мы с ней начали создавать Совместно Видеоклип Это наверное явилось Таким неким стартом Да, к чему-то вот такому Самостоятельному Взрослому И Впоследствии Я просто стал один этим заниматься И И все Я занимаюсь до сих пор Выдумываю Подготовку Все У нас целая съемочная бригада Ну вот давай вот Про подготовку И наверное про идею У вас действительно Постановочные клипы То есть это не просто Мы взяли там Встали на сцену Да Почитали Это сняли Сюжет Сюжет Да, есть сюжет определенный Мы всегда хотели Чтобы Чтобы в песнях Чтобы в видеоработах Был какой-то главный герой С интересным сюжетом Это важно Ну Потому что Всегда же какая-то Должна быть концепция Вот И Когда есть сильный герой У него есть Какой-то интересный Жизненный путь Ну Это в общем Всегда приятно Об этом рассказывать И уж тем более Приятно это Снимать Показывать Какие-то видеоработы Вот То есть вот Не вариант Когда мы встали Просто прочитали Да И ну А-ля концертная Съемка Нет Ну есть и такое Хорошо снято Эти работы тоже На самом деле есть Они как бы Имеют место быть Но если говорить Допустим О какой-то планке И соответствие ей То я считаю Что наверное Чтобы прокачаться Действительно Нужны какие-то Вот именно сюжетные работы С постановочными кадрами Потому что Это ведь и свет И гримы И художники И операторы А как же быть А как же быть плохими актерами Взаимодействие Мы хреновые актеры Не все музыканты Хорошие музыканты Хорошие актеры Ну да Ну это тоже стимул Это же вызов То есть надо быть И в этом плане прокачиваться Но мы привлекаем В последней работе Мы никого не привлекали Из профессиональных актеров Так сказать Хотя один там По-моему актер Сева Сева Да Кстати ему большой привет Севе привет Как и всем остальным Братьям Монатам Кстати участвовал Даже в работе Вот жмурки Жмурки Помощник режиссера По-моему был Режиссера Вот И Ну там вроде все Убедительно выглядели Такой супер там Актерской игры Ни от кого не требовалось Но Надо быть уставшим Мы на все устали У нас получилось Брусное лицо было обеспечено тем Что мы в принципе Как бы ходили По пояс в снегу И в общем это все было на морозе Поэтому там само по себе Естественное условие Было тяжело И я выбираю всегда площадки Где нет света Где нет как бы Ну Нет жизни Нет воды Нет ничего Мы это все на себе тащим Либо везем Ну короче Чем Чем это сложнее Тем интереснее Чуваки уже понимают Знаю Что я придумаю Что это будет По-любому генератор тащить История такая Но обычно тащу его я С кем-нибудь Вот Слово генератор Я вообще не люблю После этого уставшим Выглядеть Да Это как Это знаете Некий путь Чтобы войти в образ Надо устать Перенести генератор Там короче Несколько моментов Хорошо Откуда взялась идея Про монахов У нас песня То есть группа Группа людей Которые там Отважились на этот поход Они отправляются В места С надеждой на то Что эти места Собственно есть Да Верой в это Отправляется Вот в эти далекие земли За горизонты Вот То есть Такой Сквозь холода Там Сквозь вот эти Белоснежные пустыни Нашли Места Нашли Без жертв Без жертв Без жертв не обошлось Вот Ну у нас там Лидер погибает Но я думаю Будет интересно Зрителям увидеть Потом Впоследствии Это все Да даже не впоследствии Вот буквально Прямо сейчас Премьера клипа Группа Белая кость Айсберг Называется На пути к храму На пути к храму Смотрим В эти места Перестал проникать Свет облака Поменяли цвет Рассвет Сквозь завесу Пыли так и не смог Согреть тех Кто так любил с утра На него смотреть Слабые сбились в стае Разнося заразу В места Где инстинкты Скоро разрушат разум В места Где сильным Ничего не оставалось Кроме смотреть на то Как колония Разлагалась Усталость копилась В истоптанных ногах Но мы шли Вопреки тем Кто пророчил крах Шли прочь земли Что больше не плодоносят Помогая на пути раненым И тех кого бросили Умиратели на растерзание Псам Дабы не обременять Себе теми Кто не мог И сам Спасибо небесам За возможность помочь Тем кто без нас Точно не пережил Эту ночь Помни нас приведет Но мы решили Что не будем отступать назад Сервятники кружатся Как на полях сражений Для них мы просто падали А значит и мишени И очень скоро будут клевать нам в мясо Отец закрыл глаза И с сыном попрощался Давно не прыжит свет За горизонтом солнца И мы идем к нему Обратно не вернемся Не проснулся кто-то холодным утром И мы скорбя склонили Голобу над трупом Тем же утром Туман окутал склон И клянусь что буду чтить Культуру ее каноны Канатный мост над пропастью Очень ветхий И тут прерваться мог Поход наш многолетний Помни нас приютит от обители Соберись встань с колен И поправь китер Если будем идти То однажды увидим Место где наш покой Никто не похитит Помни нас приютит от обители Соберись встань с колен И поправь китер Если будем идти То однажды увидим Место где наш покой Никто не похитит Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вам самим как клип Я пересмотрел в раз в 30 Скажи что это не предел Мы будем стремиться Это не предел Я просто знаю потенциал этого чувака И я знаю что мы сможем еще лучше сделать Но вот на данный момент Я думаю что из всего того что мы делали Это лучшая работа Что самое интересное Песни по-моему лет 7 То есть она была написана То есть те кто сейчас Хотели бы нам сказать о том Что ребята 2008 год Ну уровень исполнения Типа мы там застряли Да действительно Это песня 2010-2011 года Мы ее откопали Решили реанимировать Я подумал что туда было бы прикольно Горового пения поставить Человек которого кстати мы сжигаем в клипе Он горло империем То есть он спел и мы его сожгли Он свою работу сделал Он больше не нужен Бог живущий на восьмом небе Там дарящий людям Как говорится Помогающий строить Создавать Вот И так же он является богом судьбы Вот И собственно мы пригласили Это так все так поэтнически Прикольно смотрелось Слушалось И мы что-то решили так ее реанимировать И вот по итогу это переросло все в видеоряд Ну вот это вот Действительно из-за того что было интересно Поднять старый материал Вот поскольку содержание было интересно Или не нашлось ничего нового Что вот выстрелило В тот как раз таки что много чего нового сейчас появляется Мы сейчас как раз занимаемся моим мини-альбомом И там тоже есть интересная песня Просто мне показалось что идея будет сама интересная Тем более мы любим что-то такое сюжетное Что-то такое неоднозначное То есть там не девочки мальчики клубы там Или что-то еще А именно такое То есть мини-фильмы Серьезные люди Идея просто да Снимать мини-клипы Чтобы они походили на мини-фильмы Такие короткометражки Вот Чтобы это было интересно Не как у всех Причем это не то что там Ой я хочу там отличаться от всех Так получается у нас такое творчество Костя Ну денежная ведь штука еще Такая Это заслуженно Хороший клип-то снять нынче Весьма да Ну мы крутимся, работаем Мы вляпываемся Вляпываемся и приходится зарабатывать Не без этого Не без этого То есть на хип-хопе мы не зарабатываем пока Есть основное место работы Нет абсолютно Конечно приходится выживать То есть все очень неоднозначно Хотя бы сфера деятельности какая у вас Я несу свет людям Я торгую электрикой Ой как это прямо звучит Я уже подготовился специально А я в сфере транспортно-авиационной безопасности Что тоже неплохо То есть это сфера, которая позволяет заработать так Чтобы снимать хорошие клипы Чтобы не умереть с голоду Да Что дальнейшее пойдет Вот как бы клип сейчас выпустили Я думаю сейчас мы перезагрузимся Вот небольшая пауза такая Слушайте, ну если там снега лежат Это снималось когда? В прошлом году? Мы начали снимать в марте И закончили это все в сентябре То есть полгода был интервал У нас всего было три съемочных дня Там чемпионат мира А то как у меня работа такая специфическая Я работал просто два месяца Не покладая рук Вот И ребята там кто в выпуске Кто куда В общем было сложно собрать И мы решили сперва выпустить в июне Потом вот у нас на август И потом в августе у нас снова не получилось И мы вот в сентябре это все закончили Понятно Что сейчас? Сейчас клип, музыка Сейчас я думаю, что музыка будет Студия Сейчас мы запремся на студии И в общем будем работать над музыкой Красиво звучит Запремся на студии Как-то особо не так происходит Ну Приходим Ну типа закрылся на студии Никто мне не мешает Я там создаю Не, мы по мере поступления Просто написанного нами, да? Материала Мы туда в общем-то являемся Такие посиделки там особо не устраиваем Ну ленимся как и все Хотя у нас свое место В сердце прям И мы сейчас уже добиваемся такого результата Что это прилично стало звучать Ну то есть мы автономно Если раньше нам приходилось прибегать Допустим к какому-то домастерингу Или там к какому-то мастерингу еще То есть куда-то ехать Допустим сейчас мы стараемся сами То есть не выходя с нашей студии С родной нашей Делать звук Который Неплох Как идет работа? Музыка первична Текст первичен? У всех по-разному Но если говорить Кто приносит тексты? У меня подход К сожалению Очень негибкий Однобокий Меня заставляет писать Только музыка К сожалению То есть Это я его научил Это возможно привычка Очень Ну Раньше да По-разному писалась Сейчас Ну это мне кажется Идеальная форма Когда ты получаешь минус Который в тебе открывает Какие-то новые там Информационное поле Там всколупывает Да И получается что Музыка в общем-то Является наверное Таким главным вдохновителем То есть бывает Отсюда и сложности Что когда долгое время Нет подходящей музыки Ты типа такой Ну заткнулся И не можешь Ничего не рождается Ладно Тогда давайте покажем Что у нас уже родилось Что поем Что поем Да что-нибудь споем У нас сейчас по-моему Будет песня Еще тебя Еще тебя Кстати она Записана с Варварой Висбор Для тех кто знает Может не знает Очень прекрасная Я думаю что наши Зрители знают Прекрасная певица Вот нам Довелось с ней Посотрудничать Она прилетала к нам И Константин Снимал клип На песню А зима будет большая Вот эта песня Хорошо Сейчас расскажете подробнее Пока поем Отлично Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Нам нужно многое в этой жизни Осознать и пройти И пусть она всего лишь Часть большого пути Да Впечатками прошлого Ведь тебя уже не купишь Настолько задешево Жизнь идет А тебе бесспорно Хочется большего В том мире знаешь Нет ничего невозможного А я мечтаю об очаге И домашнем уюте И мне плевать Вот борцета Или же в юрте Важно то С кем ты счастье Это раздремишь И раздремя Так сильно Как ты умеешь Отлично Забывай в тексты Это случается Когда у тебя куча материала А небо сна Сияешь как звезда На небесах День за днем Вечным огнем А небо сна Сияешь как звезда На небесах На небесах Не хватает Поддержки сейчас Такой С руками С телефончиками Да Ну не проплатили Что делать Вот проплаченная Пошла Хоть кто нибудь Отозвался Вот собственно Примерно так О черт Бывает Бывает Когда ты снимаешь Клипы И значит Там весь Такой самостоятельный То видимо Мозга не хватает На куплет уже То есть не остается На самом деле На самом деле Я к этому как отношусь Эти куплеты Такие связаны С определенным временем Которое в прошлом Ты как бы это уже прошел И как-то сложно Это мысленно возвращаться Короче я постоянно забываю Вот этот забываю текст И вот предыдущий Который Погружение У нас есть песня Это о прошлых Каких-то отношениях Там О прошлых Отношениях Может быть потому что Это все прошло По этому Не сложно Мне это как-то Напоминаешь сам себе Я то ли это вычеркнул Уже из головы То ли что И вот два трека Которые я забываю текст То есть стоит забыть Уже просто Про это Про все Действительно Забыть Оставить Про сотрудничество с Варварой Как началось Как познакомились Откуда завязалась В общем Случилось все таким образом Смотрю проект Голос Вот Смотрю кто Классно поет С какой-то целью смотришь Или На самом деле Мне просто нравится Я смотрю Да Очень много Реально Талантливых Очень крутых Исполнителей И Я смотрю Варвара вышла Запела И никто не повернулся Вот Я такой Я решил Написать Просто В социальной сети Вконтакте Я написал Что мол Что-то такое В духе Все круто Не расстраивайся Поддержать Да Превосходно Поешь И все такое Проходит неделя Меня это с головы Не вылетает Я конечно же Начал за нее Интересоваться Кто она Что она Вскопал Там такие архивы Видео Как бы Аудио И в итоге Через какое-то время Снова я пишу Она такая Поговорите Типа с моим менеджером Я думаю Ну блин Звезды Там менеджер Короче Все такое Но я проявил Настойчивость И они только Запустили Свой сайт Я откопал Контакт Этого менеджера Вот Директора Их группы Все выслал Поговорили с ним С вы на ты Перешли Я ему выслал Наш материал И жду Он такой Ну типа Окей Я предложил Совместную песню Сделать Проходит какое-то время Я не выдерживаю А я буквально Только посмотрел Почту Пишу И снова Она говорит Я только что Ответил на почте Я раз на почту Возвращаюсь Ну они там Респектнули Им понравились Наши клипы Выделили они Там несколько Вот Ну я думаю Ну как бы Что сказали Там прикольно Прикольно Как бы на этом Все и Ну и закончится Выхожу как-то С тренировки Сажусь в машину Они мне звонят Это уже было так Около 12 ночи У них там Разница Они в Москве На 2 часа И они мне предложили Придумать историю Для песни А зима будет большая На стихи Ее дедушки Юрия Висбера Как раз таки Которую она исполняла На голосе Которую она исполняла В вечернем урганте Потом Которая собственно Вызвала этот весь резонанс Я такой груз ответственности Я как бы Никому же никогда Не снимали мы Ну так вот Что там Вы думаете Но я уже знал Этот миллион Раз песню Переслушал И все Мы быстро Так за неделю Буквально Решаем Я ей звоню Там через Наверное Сказал Дня через 4 Звоню там Через день В телефон Просто говорю им Историю Они решают Прилетают Мы снимаем За 2 дня И все Перед Новым годом По-моему В 2015 году У них Вышел клип А зима будет большая Неплохо То есть изначально Была работа над клипом Варвары А потом уже Получилось затянуть Ее в свою песню Да Но мы еще не сделали Совместку Сделали так Что Мы Получается Я придумал ей клип А потом уже Они закончили альбом Она мне Звонит Говорит Я в общем Приступаю К записи голоса Для вот этой песни Которая сейчас звучала Я так обрадовался Она тут же выслала Дорожки Мы вот сделали Все у нас здесь В Екатеринбурге Свели И классно Хотели снимать клип Но пока Скажи Вот это вот удачно Да Вот такое сотрудничество От чего зависит Элемент удачи какой-то Или твоя настойчивость Добилась здесь все-таки Всех Я думаю Здесь все имеет Наверное Какую-то значимость А вообще Они очень хорошие Прям адекватные Ребята У нас много адекватных ребят Не каждого вот так вытащишь На сотрудничество С коллективом С СССР С ноунэмом Тем более Но как-то да Повезло наверное Доля везения Но они на самом деле Говорят что Они тоже в тот момент Только активизировались Отбросили все свои работы И начали заниматься Направление Все силы направили В музыкальное русло В общем Как раз просто Удачный момент Мне кажется Был Сейчас возможно Было бы сложнее Достучаться Наверное Но мы не можем Это узнать Мы уже достучались Хорошо А если вот Ну на примере Варвары То есть вот ты услышал Тебе захотелось С ней посотрудничать Сейчас Кто бы это был Кому сейчас Хотели бы сделать Вот такое предложение Кто вам интересен Да мы бы с ней Еще раз посотрудничали На самом деле Ну понятно Варвара Это пункт остался Мы с ними да Хорошо общаемся А так из музыкантов Кстати ее музыканты Очень прям крутые музыканты С которыми мы планируем Вот сейчас посотрудничать Мы уже списались Они говорят Чуваки высылайте Вообще они как бы Тоже там смотрят Следят И А если из исполнителей Говорить То мы хотели бы сейчас С хип-хоп исполнителями Посотрудничать Есть вот Питерский такой Хип-хоп исполнитель Фьюз Из группы Крэг Не знаю Вот Пока у нас не получилось Сделать фит Но очень бы с ним хотелось Очень нравится его творчество Ну мы идем То есть к этому потихонечку Идем Что-то перебираем Пишем С уральскими Конечно у нас традиционная Совместная работа Я думаю будет С большим другом Который входил Первоначально в состав Белая кость Вот И хотели бы еще Тут с местными Скажем так Головорезами В кавычках Посотрудничать Да Джонни Бангзила Очень крутой исполнитель Да Которому тоже Передаем привет Вообще Он очень разносторонний Такие у него там Интересные Всякие решения У нас с ним Вообще Несколько Песен выйдет В ближайшем Будущем Вот Я считаю Что один из самых Талантливых Вообще здесь Уральских Хип-хоп Исполнителей Пока те песни ждем Давайте будем петь Что-то свое Давайте петь Песня охотник Насколько я помню Сейчас мы Поохотимся Охотник Кстати очень Сильный клип На нее мы тоже Сняли до сих пор Вот его как-то Пересматриваешь И если вы не видели То можно найти Группу белая кость В соцсетях И на ютюбе И посмотрите После этого клипа Нам начали советовать Все А что ребят Будет что-нибудь Повеселее у вас Типа Веселые песни Ну у нас все так Очень как-то Серьезно Так вроде Жизненно Многие в общем От этого устают Да есть кому веселить Мы сегодня как раз Говорили о мужчине Есть кому веселить Да А мы вот со своим Останемся Типа что не знали Кого позвали Ну да Приходите подумать У нас лозунг на концерт Ну да Ну все поехали Давайте поем Мы готовы Она как обычно Приготовит вкусный завтрак Я приготовлю К охоте ружье Родная тебе Так идет Твой новый фартук Я скоро вернусь И побудем вдвоем А сейчас Я должен идти И пусть мелки не хнычат Я все равно Не вернусь Без добычи Все будет хорошо Можете спать спокойно И пусть ведет себя достойно Как сын война Я соберу вещи И разожгу камин Знаешь Что бы ни случилось Я справлюсь один Сколько раз Я возвращался И уходил Набирайся сил Родная Набирайся сил Ты снова слышишь Эти голоса Охотник Ты никогда Не вернешься назад Тебя не выпустят Эти леса Охотник Ты никогда не вернешься назад Ты снова слышишь Эти голоса Охотник Ты никогда Не вернешься назад Тебя не выпустят Эти леса Охотник Ты никогда Не вернешься назад А за порогом дома Холод, тайга и вьюга Но с пустыми руками Я не вернусь назад Так или иначе Зверь будет загнан В угол Иначе буду в угол Загнан я сам Сильный ветер И высокий снег Чую, что эти твари Уже взяли мой след Чую, что эти твари Мыслят тонко и хитро Эта игра Как по лезвию бритвы Солнце не видно Из-за облаков Если мое время пришло То я готов Оставить на снегу Пару кровавых следов Впереди обрыв Задистая волков Ты снова слышишь Эти голоса Охотник Ты никогда Не вернешься назад Тебя не выпустят Эти леса Охотник Ты никогда Не вернешься назад Ты снова слышишь Эти голоса Охотник Ты никогда Не вернешься назад Тебя не выпустят Эти леса Охотник Ты никогда Не вернешься назад Охотник Спасибо, ребят Все та же проплаченная массовка работает. Спасибо, что вы есть, да. Ну вот, в общем, такие. ЕТВ, да, такой охотник. Такой, знаете, конец недели, пятница, все устали, включая телевизор, типа, расслабиться, а тут на тебе, белая кость. Откуда охотник появился? Ну, история, в общем, такая. У меня, если вкратце, то, в общем, у близкого друга, папа, он военный. И он часто уходит в горы, значит, по командировкам. Они там, ну, занимаются серьезными делами, они там, в общем, талибов находят и, в общем, ликвидируют. Как-то меня это вдохновило, мне этот образ просто понравился и что-то вот навеяло такое. То есть, я, конечно, немножко, ну, трансформировал образ, но само настроение при этом как-то выдержал. Вот. Это что касается, что вдохновило меня. А что касается видеоработы, ну, это уже здесь Костя сам, просто послушал трек, у него, по-моему, сразу родилось все, то есть, он, по-моему, не выбирал. То есть, сразу какая-то сюжетная линия у него там образовалась внутри головы. Мне понравилось. Ну, примерно, да. Мы придумали, да, историю для этого. Волка, конечно, реально не очень просто затянуть на съемочную площадку, поэтому... Он отказался, его гонорар просто не устроил. В буквальном смысле, да, мы ставили там недобитка немца. Это как бы у нас там по истории клипа, это послевоенные годы, когда еще они там в лесах блуждали, в деревне где-то жили. Как раз таки охотник сталкивается с этим недобитком в лесу. При этом он не подозревает, что что-то может пойти не так. Вот. А у этого охотника была семья молодая, то есть, жена и ребенок, которые были и ждали, собственно, его в избе. И вот этот недобиток убивает охотника, и он не возвращается назад домой. Это был первый клип, в котором ты решил убить, да, человека? Там меня же убивают, ты помнишь? Ну, я понял. Это неважно, главное. Ну, то есть, да, это был наш первый опыт, в общем, стрельбы. Вот. А сейчас мы еще и сожгли. Первый, первый. Он на этом... Ты пошел во вкус. В охотнике был наш первый труп, сейчас вот на пути к храму второй. Не в сигнале с орбиты еще. Подходы разные. А, ты там кого-то вольнул? еще успел. Там сам умер, ты помнишь, чувак? А, точно. Вот у нас три трупа уже за время съемок. Как-то у вас не очень такая добрая история клипа. Как нам из этого сейчас вылазить? Я думаю, нам уже никогда не сделать веселых песен, понимаешь? Потому что, да и не, это ребята, которые валят в своих видеоработах. Расскажите про сотрудничество. Я, насколько понимаю, у вас вообще из разных областей. Вы и со скрипичным дуэтом работали, и с диджеями работали, и вот горловое пение. Теперь у нас вы как выбираете? То есть, чтобы разнообразить все вот это вот? Я вообще считаю... Весь ваш хип-хоп. Я считаю, что музыкальная часть, она все-таки было бы здорово в итоге к этому прийти, чтобы это были абсолютно живые инструменты. Вот. И мы просто знаем талантливых музыкантов, вот. И стараемся с ними посотрудничать. Это очень интересно. Музыкантам интересно вот участие в... Это главное условие. Просто, если тебе... Ну, мы, типа, общаемся и на дружеской такой ноте, что давай сделаем, давай сделаем, это не наш подход. То есть, основной принцип... Максимально, если понравилась песня или там предложение, то мы вот на таком, как бы, на таких условиях реализуем. То есть, сделали, дали послушать, если они сказали, о, блин, ребята, прикольно, здорово, давайте что-нибудь завернем. Это круто. А если, типа, там, слушай, ну, ты же меня знаешь, давай сделаем, это не круто. Угу. Ну, со скрипками, мне кажется, вообще вот такой нетрадиционный. У нас будет на нее клип. В будущем году я планирую съемка там еще больше, чем вот этот будет. Сейчас голова трещит уже от то, где это все брать. Давай мирный клип сделаем. Вот. Но там очень крутая история. У нас уже снята одна часть, она вышла в пятнадцатом году. И сейчас будет продолжение. Вот как раз на песню «Ярусалим». Скоро сериалы начнем снимать, так. Так классно же. Несколько частей. Вам не хватает? То есть, вот нетрадиционного звучания вам не хватает? Конечно. Ты же за все время, если может быть, мы начали там вчера делать рэп, и нам бы хватало этой петли. Но ты уже, блин, десять лет что-то пытаешься там понять в музыке. Тебе, естественно, рано или поздно становится узко в каком-то, ну, жанре. И ты стараешься разнообразить. Существуют все-таки? У жанра рамки существуют? И из них выйти сложного? Существуют. Но опять же, благодаря подходу они становятся все шире и шире и так до бесконечности. Хип-хоп вообще интересное направление музыкальное. Он вступает в симбиоз вообще с абсолютно разными направлениями. Совсем. Существует смыслового, содержательного. Ну, хотелось бы маленько облегчать, конечно, уже смысловую нагрузку, хотя бы разнообразие с настроениями. Но веселить не удастся. Просто написать куплет веселый, это как бы полбеды, но можно похохотать, конечно. Но есть группы, которые могут веселить. А нет, они профессионалы. Слушайте, ну вы по жизни тоже мрачные люди? Да не, не, вообще весело. Абсолютно наоборот, на самом деле, все. Это мы вот в музыке так отрываемся, что мы типа на серьезе, а мы так-то еще типа лагуринцы. А вот опять же, это жанр накладывает? Это вот требования жанра? Вот все рамки, которые вы себе поставили? Сложно сказать, ты так чувствуешь просто. Вот то, о чем ты хочешь сказать, то есть ты так чувствуешь. Я не знаю. Ну по-другому делать не получается. Есть некое несоответствие тому, что вот, например, сейчас происходит с музыкой. Мне, например, сложно сказать, что я не хочу походить на то. Я сейчас просто уже не различаю, кто там поет и как поет. Все поют одинаково, под одинаково и как-то... Все одинаково стало. Ты себя в этом не находишь. Если ты себя в этом не находишь, зачем этим заниматься? Я вот не нахожу, он не находит. И мы, в общем, держим классическую такую марку. Единственное, хочется, чтобы это вступало все вот с живыми инструментами, это объединить. Ну то есть вы правильно подметили, что разнообразие это необходимо, особенно нам. У нас так все серьезно, как-то угловато. Если не будет симбиоза с музыкантами, с какими-то еще решениями, то это оживляет. У нас все будет действительно так очень однообразно. Мы это прекрасно понимаем и работаем над этим, но вот как раз в этом направлении. То есть имеет смысл ждать концерты, где будут живые музыканты стоять? Конечно, конечно. У нас уже был такой опыт. У нас в Доме печати был, по-моему, концерт. Презентация у нас была. Презентация альбома как раз-таки в 15-м году. Вот как он готовился, ничего не помнит. Слишком много концертов было, знаешь, за все эти годы. Я все перепутал. На самом деле у нас был опыт, да, у нас были, значит, гитаристы, там, как бы, ребята. То есть мы очень плотно. Мы, в принципе, на студии даже у нас своя студия, где еще и работает параллельный коллектив музыкантов. То есть мы в этом варимся. Поэтому это часть процесса. Для вас фонограммы забиваются или играются вживую? Ну, это, как правило, если, например, кого-то нет из исполнителей или из музыкантов. То мы легко можем заменить. Да, конечно, ну, можем вставить фонограмму. А так-то, конечно, в идеале это, чтобы у всех все получалось играть вживую. Но сегодня видели, я уже подумал. Я, кстати, сегодня скинул инструментал, а там оказался плюс. Я так тонко подметил, думаю, блин, неужели пришло время фонограмм. Да, стареем. Хип-хоп стареет. Хип-хоп измеряется. Качество исполнителя в хип-хопе измеряется качеством его лайва, на самом деле. То, что ты, я забыл, например, забывая периодический текст, но это не только у меня случается. Но это только буквально на двух песнях такое бывает. Это не очень хорошо. Но это дает свою фишку. Но это дает свою фишку, да. Группа «Белая кость» и «Айсберг» сегодня на ЕТВ. Спасибо огромное, что нашли на нас время. Я вам желаю не забывать слова и все-таки полагаю, что мы встретимся на большом концерте с живыми музыкантами. Обязательно. Для вас будет отдельный вип-вход. Отлично. Для всех наших зрителей будет отдельный вип-вход. Договоримся. Спасибо вам. Последняя песня на сегодня? Да. Что это будет? Я думаю, мы с удовольствием ее исполним. Я люблю джаз. Давайте за джаз. Кстати, сколько этой песни лет уже? Тоже ведь она... Больше 10, 12 лет эта песня. 12 лет. Я был еще... Ребенком. Ребенком. Имеет смысл вспомнить это время. Я был ребенком. Я помню, писал этот текст и думал, хит. Все. Вот этот, значит, стрельнет. Да, потом появился я, и это стало хитом. Ну да. Поехали. Челноковым он Андреем, да. Андрей Челноков на изглавном. Он здесь фиксофончик. У нас великолепный есть. Передаю вам большой привет. Для всех любителей джаза, в общем, закончим на такой джазовой нотке. Когда мне хочется молчать и думать о хорошем. Когда я знаю, что меня никто не потревожит. Когда я все, что можно, в сторону отброшу разом. Буду курить и слушать старые пластинки с джазом. И когда разум победит животные инстинкты. Когда захочется услышать это на пластинке. Когда кроме меня и музыки ничего нет. Где-то внутри проснется настоящий человек. Который хочет многое успеть за малый срок. Который навсегда останется лишь между срок. Который видит этот мир совсем-совсем иначе. И предназначен для немногих очень много значить. Не просто потому, что он всегда хотел как лучше. Не просто потому, что он всегда кому-то нужен. Не просто потому, что не плевался людям в душу. Но он всего-навсего любит немного джаз послушать. А теперь, собственно, и послушаем немножко джаза. Осеннего настроения в ленту. Сейчас проплаченная массовка. По сценарию должна была хлопать. Ну вот, спасибо, это прекрасно. Кстати, на нее тоже был снят клип неплохой. Один из таких наших первых сюжетов. Спасибо джазу за предоставленную мне возможность Убить в себе весь этот пагубный цинизм и пошлость Спасибо, что не перестал будить во мне эти чувства Которые меня направят в правильное русло Русло искусства для узкого круга людей Пусть это было давно, а пусть этого нет теперь Пусть животные инстинкты затемнят вам разум Мы будем наслаждаться джазом Спасибо джазу, предоставленную мне возможность Убить в себе весь этот пагубный цинизм и пошлость Спасибо, что не перестал будить во мне эти чувства Которые меня направят в правильное русло Русло искусства для узкого круга людей Пусть это было давно, пусть этого нет теперь Пусть животные инстинкты затемнят вам разум Мы будем наслаждаться джазом Спасибо всем Джазовая концовочка